В студии телеканала Север Ольга Русул. Здравствуйте! В эфире программа «Законодатели» – программа о тех, кто принимает важные решения в интересах региона и его жителей. Сегодня в нашем эфире мы рассказываем вам о работе депутатского корпуса Собрания депутатов Ненецкого автономного округа. И сегодня у нас в гостях Александр Чурсанов, депутат окружного собрания, председатель постоянной комиссии по вопросам государственного устройства и местного самоуправления. Здравствуйте, Александр Павлович! Добрый день, Ольга! В последнее время одной из актуальных проблем в регионе стали вопросы пожарной безопасности. Только с начала года в Ненецком округе и в сельских поселениях произошло более 40 пожаров. С каким предложением выступили парламентарии фракции «Единая Россия» в окружном собрании после череды вот этих пожаров на селе особенно? Ну, действительно, это на сегодняшний день очень актуальная проблема. Где-то она была вызвана тем, что у нас в этом году аномально низкие температуры. Люди пользуются в большей степени электроприборами, обогревателями. Обогревает свое помещение, как жилища, так и магазины. Вот мы знаем, последний пожар был в Нальмин-Носе. Ну и, конечно же, вторая проблема – это состояние материально-технической базы пожарных формирований, которые у нас базируются прежде всего в сельских населенных пунктах труднодоступных. Фракция «Единая Россия» выступила с предложением, в общем-то, заняться этим вопросом в ближайшее время, заняться обновлением этой материально-технической базы. Это автомобили, это пожарное депо, где эти автомобили должны содержаться. В общем-то, и непосредственно обмундирование, обеспечение пожарных. Юрий Васильевич Бездудный поддержал эту идею. И, соответственно, на планерке при администрации такую задачу он поставил перед органами исполнительной власти. Я думаю, что совместно с органами исполнительной власти, мы как орган законодательной власти, этим вопросом будем заниматься. И я думаю, что, в принципе, этим вопросом нужно заниматься не только, когда у нас происходят пожары после этого, а вообще планово и системно. Потому что это все-таки вопросы безопасности наших жителей, населенных пунктов, вопросы, конечно же, безопасности имущества, ну и прежде всего, конечно, жизнь наших жителей НИИСК автономного округа. Александр Павлович, расскажите о состоянии дел на отдельных государственных постах пожарной охраны в сельских населенных пунктах. Как там обстоят дела? Насколько они обеспечены всем необходимым? Насколько они обеспечены техникой, в первую очередь? Насколько эта техника соответствует тому, чему она должна соответствовать? Ну да, буквально в пятницу вернулся с рабочей командировки, с сел Запада. Я посетил пожарные посты, это село Несь, Ома и Нижняя Пеша. Ну, вообще необходимо сказать, что у нас всего 16 отдельных постов на территории сельских населенных пунктов и две пожарные части. Пожарные части, это у нас Красная и Великовисочная, а в остальных это отдельные посты. В первую очередь необходимо отметить, что, ну, я думаю, что во всех трех, в которых я побывал сейчас в пожарных постах, это не совсем удовлетворительное состояние, так скажем, пожарных депо, если их можно назвать так. В НИСИ это пожарный пост арендует здание гаража у Северного комсервиса, Ома, это также Северного комсервиса, а Нижняя Пеша, здание, которое принадлежит аэропорту. Но это здание абсолютно старое, крыша вот-вот она рухнет просто, да, и, соответственно, в Пеше, предположим, там у них есть новый автомобиль Урал, который соответствует требованиям всем. Он попросту стоит на улице сегодня. Что касается НИСИ, то там температура, вот мы с начальником поста, когда встречались, он мне показывал, замеряли температуру, на полу это минус один градус, вот, соответственно, мы понимаем, что пожарная техника в таких условиях содержаться не может, потому что в случае возникновения пожара они должны среагировать очень быстро. Но когда техника не подготовлена, с насоса слита вода, потому что отрицательная температура, они этого сделать попросту не смогут. Во-вторых, вот большинство автомобилей, которые сегодня, специальных автомобилей пожарных, которые сегодня используются в сельских населенных пунктах, это техника, которая была передана Министерством обороны в рамках конверсии техники, которая была на консервации военной техники. В данном случае мы говорим о автомобилях ЗИЛ-131 с пометкой ARS-14, это авторазливочные станции. И в 2011-2012 году, по-моему, порядка 59 субъектов Российской Федерации получили порядка 2000 таких автомобилей. Конечно же, их переконструировали, да, добавили пеналы под рукава заборные, добавили насосы, вот, и эти машины после этого поступили в наши сельские населенные пункты. Проблема главная, это малый объем, так скажем, емкости, это всего 2,7 куба. Ну и второе, то, что они, ну, абсолютно не предназначены для работы в аномально низких температурах. И пожар, допустим, который произошел в селе Нейс, совсем недавно, когда сгорела баня и гараж у гражданина, машина, которая прибыла к месту пожара, ну, просто она не смогла работать, потому что насос замерз. Вот и все. Вот, это что касается техники. И, конечно же, кроме этого, на постах есть и пожарные помпы, такие как Гейзер, это более мощные помпы, мелкие помпы, так скажем, да, маломощные. Но еще одна проблема, я думаю, она тоже очень острая, это то, что почти на всех постах работает по 3 водителя. То есть это не бойцы пожарные, да, а это водители должность. То есть, соответственно, они не могут дежурить сутками втроем. То есть минимум надо, получается, 3 сотрудников, ой, 5 сотрудников, да, поста. А когда их трое, то есть им нельзя ходить в отпуск, да, ну, как, конечно же, они ходят, но определенные трудности тогда испытывают два бойца, которые остаются. И они не дежурят сутками. То есть они не квалифицированные, получается? Нет. Это они не пожарные? Нет, они пожарные водители, но вопрос в том, что они не дежурят сутками на посту. То есть, грубо говоря, вот он ночью, этот водитель пожарной машины, он находится дома, на телефоне, так скажем. Вот, представляете, да, возникает пожар, соответственно, ему нужно из дома доехать до пожарного депо, завести автомобиль, на этом автомобиле прибыть к месту пожара, развернуть рукава, при этом ему необходимо контролировать уровень давления в системе, да, пожаротушения. То есть, ну, по идее же он должен, наверное, брать рукав и тушить пожар, а он один. Да, это хорошо, конечно, что там, если три человека все на месте, все в селе, соответственно, он едет, обзванивает остальных сотрудников отдельного поста, они приезжают. Вот, хорошо, если есть добровольные пожарные, но мы об этом поговорим чуть позже. Вот, то есть, минимальное количество должно быть пять человек. То есть, это три, которые работают сутки через, вернее, четверо, которые работают сутки через трое, ну, и один работник поста должен, как бы, находиться, ну, там, в отпуске или просто он по болезни, когда уходит, да, то есть, тогда, в общем-то, пост, он будет более мобильный и более работоспособный. Вот, это что касается отдельных постов пожарных. А вот добровольных вы коснулись как раз вот этих добровольных дружин. Каким образом это вообще работает? И есть ли у нас такие добровольные дружины, как-то они поддерживаются? Должна же, наверное, быть какая-то стимул, какой-то должен быть, чтобы люди хотели. Разумеется, вот, мы говорим о том, что у нас, в общем-то, 18, так скажем, подразделений на селе, где у нас, ну, не постоянно дежурство, ну, постоянно, скажем так, дежурство, есть техника специальная для тушения пожаров. Но у нас есть еще малые населенные пункты, в которых этих постов нет попросту. И, соответственно, в этих населенных пунктах должны быть добровольные пожарные дружины организованы. Вопрос этот, вот, он возникает уже давно. Я помню еще, когда я работал в Тельвиске, когда меня пригласили на работу в 11-м году, Владимир Сергеевич Кожевин, я помню, даже каждый муниципалитет пытался организовать это общественное объединение добровольных пожарных дружин. Но тогда у нас ничего не получилось, через два или через три года мы эти организации закрывали, потому как необходимо было готовить отчеты, там, квартальные, полугодовые, годовые и так далее. Ну, просто потом стали получать штрафы и так далее. На сегодняшний день, с 2018 года, данная деятельность, она организована в городе. Это общественное учреждение добровольной пожарной охраны, добровольная пожарная дружина Ненецкого автономного округа. Руководителем является Вашурин Андрей Владимирович. И, соответственно, централизованно это объединение занимается деятельностью добровольных пожарных дружин. Вообще необходимо отметить, что для нормальной деятельности этих дружин необходимо в бюджете примерно 3,5 миллиона в год. Туда входят средства и на прохождение медицинских освидетельствований, обучение обязательное, которое необходимо проходить дружинникам раз в три года. Медсправки это ежегодно они должны получать. На сегодняшний день они получают, это объединение общественного учреждения добровольная пожарная дружина, получают субсидии из управления гражданской защитой и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа. То есть, так скажем, целевые деньги. Всего на сегодняшний день добровольцев у нас присутствует в 13 населенных пунктах. И насчитывается 40 человек, то есть 40 добровольных пожарных дружинников. Это много или мало? Я считаю, что учитывая то, что у нас всего 18 профессиональных, так скажем, пожарных подразделений, то в том количестве населенных пунктов трудодоступных и малых, которые имеются, и в которых всего 13, если у нас населенных пунктов, а всего у нас их 41 населенных пункт, то это мало. Почему они хотят? Это мало, но я думаю, что вы об этом сказали, что прежде всего необходимо людей заинтересовать. Я абсолютно уверен в том, что жители сельских населенных пунктов труднодоступных, мы говорим именно об этих, там, где есть добровольные пожарные дружинники, они заинтересованы в первую очередь в том, чтобы все-таки была безопасна территория сельских поселений. Но второе, им выплачивалась, так скажем, денежная премия за нахождение в готовности. То есть, если возникает пожар, то они, соответственно, берут помпу, рукава, роли у них распределены, приходят и, соответственно, помогают, тушат пожар. Примерно эта сумма, насколько мы разговаривали с Андреем Владимировичем, планировалась 4,5 тысячи в месяц, по факту где-то получалось, наверное, 1802. На сегодняшний день у них этих средств не хватает. Но мы будем отрабатывать этот вопрос и с управлением, и с общественным учреждением непосредственно. Андрей Владимирович, в четверг мы с ним встречаемся в собрании депутатов. Вот эти вопросы мы с ним обязательно обсудим. Но то, что добровольчество должно быть на селе, это очевидно. Потому что без этих людей, не дай бог, если возникает пожар, то его потушить очень сложно. То есть необходимо уметь обращаться с пожарной помпой, уметь обращаться с рукавами. Казалось бы, это все легко, но если есть специально обученные люди, то, конечно же, процесс тушения пожара совсем другой. А если человек не обучен, это приводит, как правило, к самым плачевным ситуациям. Ведь мы должны понимать, что случается пожар, не дай бог, там сгорает социально значимый объект или дом. Это, прежде всего, материальные затраты, которые можно посчитать. Но когда у нас в результате пожаров появляются летальные исходы, тут уже никаких материальных объемов, ресурсов тут говорить нельзя, это посчитать невозможно. Поэтому мы должны планово, системно заниматься этими вопросами ежедневно, совместно и законодательного органа, и органов исполнительной власти. К тому же, если у нас все-таки такая общественная учреждение есть, добровольная пожарная охрана, нужно к ним самое внимательное отношение проявлять. То есть не так это дорого, но в случае, я еще раз повторю, возникновения пожаров, окупает до 100%. Скажите, а вот как стать волонтером? Вот нас посмотрят, и может быть, кто-то, ну, кого-то эта программа сегодняшняя подтолкнет на такое решение, что человек захочет стать волонтером добровольной пожарной дружины. Что он должен сделать? Куда он должен обратиться? Как это вообще механизм приема? Ну, вообще, значит, необходимо написать заявление в общественное учреждение, да, вот о котором мы говорим, добровольная пожарная охрана. К заявлению прикладывается копия паспорта, СНИЛС, ИНН, соответственно, руководитель его рассматривает это заявление. Ну, и в случае, если отсутствуют медицинские противопоказания у данного гражданина, он становится участником добровольного пожарной дружины. Вот. Поэтому, ну, этот вопрос главы также постоянно держат во внимании, вот они его также отрабатывают, потому что для глав это тоже помощники. Мы понимаем, что глава муниципального образования, это хозяин на своей территории, и он прежде всего заинтересован в том, чтобы меры пожарной безопасности соблюдались в полном объеме. А вот если смотреть, вы бываете в разных населенных пунктах, да, с главами общаетесь, есть по-разному, да, по-разному обстоят дела с пожарной, противопожарной безопасностью вот этой. Есть населенные пункты, которые можно выделить, где, ну, вот, ну, может быть, не все хорошо, но получше обстоят дела, и где совсем плохо, вот на ваш взгляд? Ну, я думаю, получше это все-таки, где у нас пожарные части, у них немножко другие расчеты. А вот возьмем, приведем пример Красное, поселок Красное, да, у них другая техника, ну, то есть специализированная уже не авторазливочная станция, да, вот, 14, а конкретно там автомобили Урал, вот, количество людей, которые на посту, да, дежурят, совсем другое. Кроме этого, ну, боксы, конечно, может быть, тоже не совсем соответствуют всем требованиям, но, скажу честно, вот, общался, не буду называть фамилии, да, также с поста поселка Красное, есть проблемы с материально-хинической базой, то есть, ну, они есть действительно. Мы понимаем, конечно, что у нас и бюджет в этом году, он очень жестко, да, с сверстом, но все равно проблемы, которые касаются безопасности наших жителей, они первоочередные. И вот, ну, мы на данные меры, ну, не должны, как бы, так скажем, не то, что скупиться рачительно относиться к расходам, но чтобы все-таки посты действовали. Ведь добровольчество, допустим, тоже, о котором мы говорим, и которому сегодня не хватает денег, потерять это в один миг, то есть люди уйдут просто, да, во-первых, уйдут люди, которые этим занимаются сегодня на уровне округа в целом, централизованно, а во-вторых, те добровольцы, которые в селах, которые не будут заинтересованы, прежде всего, да, в том, чтобы они, так скажем, несли свою службу там, то мы их тоже потеряем. А снова создавать это, это очень-очень проблематично. А насколько реально, чтобы в бюджете эти деньги были предусмотрены? Насколько реально, чтобы все-таки поддерживали материально на уровне бюджета пожарную охрану, вот эту добровольческую именно пожарную охрану? Ну, прежде всего, это, конечно же, финансово-экономическое обоснование должно быть четкое, да, то есть необходимо энная сумма финансовых средств на организацию дежурства, допустим, добровольных пожарных дружин. Первое, да, необходимо энное количество финансовых средств на обновление материально-технической базы. То есть, если четко подготовлено финансово-экономическое обоснование, соответственно, профильное управление, да, при рассмотрении данных затрат на комиссии по бюджету, четко докладывают и объясняют, зачем нужны эти деньги, то, я думаю, депутаты 100% все поддержат. А как долго, какое время нужно на то, чтобы вот эти деньги были выделены, как вот этот процесс, да, вот, допустим, вы с инициативой выступили, и сколько времени должно пройти, чтобы действительно эти деньги появились в бюджете, чтобы действительно начали поддерживать волонтеров, чтобы начали обновлять технику, гаражи строить? Ну, что касается, если брать так объемно, да, вот, и то заявление, которое было от фракции «Единая Россия», о, так скажем, всецелом, да, обновлении техники, материально-технической базы строительства гаражных боксов, то тут я считаю, что все-таки нужно привлекать также финансовые средства из федерального бюджета. Мы очень часто говорим о программе комплексного развития сельских населенных пунктов, поэтому, я думаю, в этой части мы можем привлекать оттуда деньги. У нас есть органы мест управления Заполярного района. Юрий Васильевич Бездудный, да, то есть он поручил органам мест управления Заполярного района рассмотреть возможность совместно с сельскими поселениями начать строительство этих гаражных боксов. Ведь мы можем сколько угодно покупать новые техники, но если не будет места хранения, которое обеспечено, да, нормальным температурным режимом, нормальными габаритами, то эта техника просто будет стоять на улице, ржаветь, да, и, ну, использоваться она не будет. Нужно начинать с этого. Я еще раз повторю, что это системная, комплексная работа. Соответственно, финансовые средства мы должны предусматривать в бюджете округа, но и в то же время мы должны привлекать федеральные средства в большей степени. Можно планировать, что в этом году что-то появится, какие-то деньги будут выделены, как вы думаете? Ну, я думаю, по федеральной программе вряд ли. Не могу, да, то есть сказать, что в этом году мы сможем привлечь их. Вот. Что касается региональных финансовых средств, я думаю, что мы будем рассматривать на комиссии и в рамках поправок к бюджету на тех же добровольцев, да, и мы будем обязательно рассматривать, и в случае там, где необходимо, то добавлять. А какие необходимы первоочередные населенные пункты, где бы вот прям вот, прям действительно нужно им помочь, действительно они требуют финансовой помощи, чтобы была безопасность, чтобы была пожарная безопасность в этих населенных пунктах? Сложно сказать, я думаю, да, что в каком, в большей степени, ну, в большей степени это труднодоступные сельские населенные пункты. Допустим, та же Тельвиска или поселок Красное, в случае возникновения пожара, да, зимой, да, вот туда могут прибыть пожарные расчеты городские. И это было в Тельвиске, допустим, когда я работал, когда у нас горела там ферма, когда там горела там баня, дом горел, частный, так скажем. Ну, благо это была зима, и пожарное формирование с города, они к нам приезжали. Ну, и, конечно, там совсем другой уровень, другая техника у бойцов, и это неоценимая помощь. А то, что касается труднодоступных населенных пунктов, ну, вот в них это в первую очередь. В первую очередь это те населенные пункты, которые, ну, подвержены лесным пожарам, да. Это те населенные пункты, которые являются крупными. Допустим, та же несть, да, это полторы тысячи населения. Сам поселок, он, ну, растянут, так скажем, да, вот там Бутово, Чупрово, Комарова, аэропорт. Дорог, ну, в общем-то, нет на сегодняшний день таких, как в городе, так скажем, да. И вот этот единственный пожарный пост, на котором работают три человека, имея у себя на вооружении этот один ЗИЛ-131АРС-14ПМ, ну, много они не смогут сделать, если вот мы, ну, мы как бы трезво будем на эту ситуацию смотреть. Поэтому в эти населенные пункты, я считаю, что необходимо технику в первую очередь покупать. Я говорю, в Пёше, допустим, там есть этот Урал, у них есть ЗИЛ-131, который стоит в этом старом гараже в аэропорту. Но у них есть и Урал, который стоит на улице. И они даже в этот гараж в аэропорту, они сегодня его загнать не могут, потому что туда попросту не влезет по габаритам. А техника стоит на улице. То есть летом она сможет, конечно, работать, а зимой нет. Вот, поэтому тут, конечно же, есть у каждого сельского населенного пункта свои особенности, да, которые связаны с темой хранения этой техники. С абмунированием, да, где-то количество бойцов как раз, да, не соответствует необходимому количеству. Нужно подходить к каждому, ну, как бы со своего угла, так скажем. Вот, ну, решать эти вопросы необходимо в ближайшее время, действительно. Ну, вас слышат, вас слышат, вы делаете вот эти инициативы, вы выходите, предложения вот эти делаете, с инициативы выходите. Вас слышат, вы услышаны вообще? Конечно, ну, я еще раз повторю, Юрий Васильевич и на планерке при администрации эту тему обострил. Задачу он дал, да, как органам исполнительного власти округа, так и органам местного соуправления Заполярного района и сельских поселений. И эти проблемы мы сможем решить только вместе. Только вместе, проработав, с точки зрения законодательства, может быть, законодательных инициатив со стороны собраний депутатов. Вот, мы готовы отрабатывать их также. Вот, потому как, ну, тема архив важная. И, возможно, у нас эти морозы будут там не только в этом году. И следующий год будут морозы такие же. И пять лет, да, следующих эти морозы будут. И эти пожары будут повторяться. Ну, поэтому мы должны к этому быть готовы. Ну, и еще один важный момент. Все-таки, я думаю, что даже на уровне сельских поселений необходимо проработать вопрос командной работы. Это, допустим, приезжая там на пожар машина тот же, там, этот ЗИУ-131, да, чтобы, допустим, тот же Северный комсервис, руководитель, он знал, что машина водовозская, которая у них в распоряжении есть, она тоже должна будет подъехать туда. Ее тоже должны будут использовать. То есть согласованность действий на уровне комиссии, да. Мы рассматриваем вопрос сейчас. Мы рассмотрели вопрос, допустим, там, по гражданской обороне, по полномочиям, которые у нас исполняли органы местного управления сельских поселений. И после проверки прокуратуры, да, то есть выясняется, что эти полномочия выполнялись номинально. Потому что в селах нет специалистов узкопрофильных именно по этому направлению. У них нет финансовых средств. Соответственно, проверка проходит, куча предписаний. Они пытаются их исполнить. На сегодняшний день было принято решение с собранием, что с 2022 года эти полномочия по ЧАЭС, они будут переданы в органы местного управления Заполярного района. И централизованно они будут решаться. И мы также будем помогать со стороны органов государственной власти. У нас сейчас рабочая группа будет, буквально 15 марта главы муниципальных образований приезжают на РИДМАР. И в рамках семинара мы вопросы тоже будем рассматривать по ЧАЭС. То есть, ну, согласованная, совместная работа. И тогда результаты, я уверен, точно будут. Ну, будем надеяться, что, да, у вас все получится, что все будет отлично. А вот что касается еще, мы сейчас говорим о технике, а что касается вот оснащения вот этих добровольцев, они какое-то получают вот добровольное? У них же тоже, наверное, необходимы какие-то защитные одежды, это тоже должно быть включаться в эти программы для добровольных вот этих вот? Ну, разумеется, и оснащение, и абонирование должно быть, ну, начиная от того, что они должны быть одеты, как, ну, по крайней мере, пожарные, да, вот когда, опять же, в Тельвиске, я помню, что нам привозили боевую одежду пожарных, так называемый БОП. Оснащение, там, пилы, топоры, да, ну, понятно, что они есть у каждого в доме, но мы понимаем, что они должны быть в одном месте, предположим, там, на электростанции стоит помпа в тепле, она стоит обслуженная, рукава свернуты, сухие, да, это абонирование там тоже в тепле, да, куда, там, в случае возникновения, опять же, пожара, добровольцы могут приехать там, да, прийти, переодеться, взять инвентарь, да, каждый будет понимать, что он делает, да, и, соответственно, уже участвовать в тушении пожара. Это тоже необходимо. Это тоже будет каким-то образом на законодательном уровне закрепляться, да? Ну, я не думаю, что на законодательном уровне, все-таки, если у нас есть общественное учреждение, и вот то, о чем я говорил, Андрей Владимирович Вашурин занимается этим вопросом, и в рамках тех субсидий, которые им предоставляются, я думаю, что эту работу можно проводить. Это не столь дорого. То есть мы не говорим об автомобилях, да. Помпы, они, ну, на сегодняшний день, наверное, во всех населенных пунктах малых они есть. Вот. Поэтому это касается, прежде всего, ну, таких минимально необходимых технических, да, вещах, обмунирования, амуниции и так далее. Ну, я думаю, что нас услышат после этой программы. Во-первых, добровольцы будут более охотно приходить в пожарную охрану, чтобы свои населенные пункты защищать от огня. И власти услышат тоже еще раз инициативу замечательную. Я напоминаю, что это была программа законодателей. У нас в гостях был депутат окружного собрания Александр Чурсанов. Мы прощаемся с вами. До встречи в эфире. Спасибо.